Дорогие отцы, братья и сестры, поздравляю с праздничным воскресным днем. Сегодня мы слышали и апостольское послание к колоссинам. Оно относится к каждому из нас, поскольку апостол Павел призывает всех нас отложить всякое нечистое дело, всякую нечистоту и прилепиться ко Христу, встать на путь спасителя. Сегодня нас и евангельское повествование призывает поразмышлять о том, как Господь призывает каждого человека в свое небесное Царство. Сегодня мы слышали поучение об избрании людей в Царство Небесное. Я не хочу повторять сейчас и евангельское повествование, эту притчу, но думаю, что каждый из нас размышлять сегодня должен именно об этом. И не только сегодня. Ведь весь пост рождественский, он для этого и определен святыми отцами, чтобы это было благоприятным временем для каждого из нас поразмышлять о смысле жизни человека на земле. Ради чего мы живем? Ради того, чтобы насытить свой желудок, удовлетворить свои страхи? Или, может быть, что-то есть возвышенное? Если только ради желудка и удовольствия, то, наверное, мы самые несчастные существа на земле. А если у нас есть что-то более возвышенное, да мы с вами, христиане, знаем об этом, нам даже нет смысла загадываться, нам просто надо почаще читать Священное Писание и обращать его к самому себе. Кто эти избранные были? Кто был или входил в число званных? И, размышляя об этом, мы поймем, что нет человека на земле, не было, нет и не будет, кому бы не были обращены слова нашего Дворца и Господа, «Приедите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Об этом говорил начальник жизни Христос Спаситель. Господь всех призывает людей, независимо от расы, национальности, от политических каких-то взглядов каждого жителя земли, Господь призывает в свое Небесное Царство. И только тот, кто искренне услышит и поверит этому зову, этому призыву, и посвятит свою жизнь, будущей, вечной жизни, тот сподобится войти в Небесное Божие Царство. Но многие из нас, размышляя об этом, начинают думать о милосердии Божьем, и о все прощении Божьем, и пытаются и свой желудок накормить, наполнить, страсти удовлетворить, и в то же время надеются на то, что придет еще время, состарюсь, вот тогда буду ходить в храм, тогда и буду приносить покаяние. Но будет ли такая возможность у человека? Это большой вопрос. Мы с вами являемся свидетелями того, что множество людей сегодня умирают в самое непредсказуемое состояние, в самое непредсказуемое время. Не каждый доживает до глубокой старости, не каждого Господь сподобляет приносить покаяние в преклонном или в старом возрасте. Множество людей сегодня погибает в самых разных обстоятельствах. А кто-то заболевает, и когда человек заболевает, тогда уже ему нет до состояния о размышлении каком-то. Тогда расслабляется не только тело, но и ум. И человек уже не способен размышлять о нечто возвышенном. Именно поэтому Церковь нас всех призывает не терять время дара, спешить творить добро, спешить очищать свое душу и сердце, потому что мы не знаем, когда нас и в какое время призовет Господь. Сегодняшнее евангельское повествование это еще один призыв к каждому из нас, чтобы мы не расслаблялись, чтобы мы не надеялись, что придет время старости благополучное. Вот тогда я и буду размышлять о покаянии, о царстве Божьем. Совсем нет. Когда общаешься с пожилыми, взрослыми людьми, уже преклонного возраста, то начинаешь понимать, что им уже нет о покаянии. Так расслаблена тело и расслабляется душа. И вот совсем недавно ко мне обращались с вопросом о том, как поступать с такими людьми, которые приходят в страшное расслабление. И они уже не в состоянии помышлять о том, что происходит не только с ними, но и вокруг них. И, вы знаете, я отвечая на этот вопрос, сказал о том, что вот людьми, которые далеки, может быть, от современного технологического прогресса, от компьютеров, вот таким людям сложно немножко объяснить, почему церковь нас всех призывает в дни поста обратить внимание на свой внутренний мир, покаяться, исправить свой прежний порочный образ жизни. А вот те, кто занимается компьютерами, тем гораздо проще на техническом языке объяснить. И вот есть такое, такие термины в компьютерной технике, как фрагментация, дефрагментация. Слышали когда-нибудь об этом? Нет? Вот если кто-то слышал, то должен понять, что такое фрагментация. Это распад. Вот какой-то программы, которая распадает на мелкие и мелкие части. И потом невозможно работать с этим прибором, с этим компьютером. Надо собрать его в целое какое-то состояние. И тогда есть программа дефрагментации, которая собирает все эти мелкие-мелкие, раздробленные файлы в один большой цельный такой файл. И тогда компьютер начинает работать. Вот я говорю молодым людям, и мне говорят, ну знаете, как раз наша исповедь, это и есть программа дефрагментации. Человек настолько раздроблен бывает в своей жизни, то ему надо в магазин, то на работу, то зарплаты не хватает, то ребенок не слушает, то муж пришел не в должном состоянии, то еще какие-то, то крыша потекла, то еще что-то. Ну раздроблен он. Ну множеством каких-то проблем. Да еще и гельхи его одолевает. Ему некогда даже сосредоточиться в своем сознании, подумать вообще, за чего я живу на семью. И расправиться на мелкие-мелкие файлы, и нельзя собрать воедино сознание и мысль человека. И вот для этого нужна новая, другая программа. Она в компьютерном языке именуется дефрагментацией. А в нашем церковном языке, знаете, как это называется? Исповедь. Таинство покаяния. Вот в таинстве покаяния мы как раз и пытаемся сосредоточиться на самом главном. Собрать все свои грешки, которые у нас были. Собрать их всех воедино. Принести священнику в таинстве покаяния и сказать, вот на что разложилось мое внутреннее состояние. Вот чем я раздроблен. Вот чем я расслаблен. Господи, прости меня, мои прегрешения, соедини меня в святей Твоей соборной и апостольской церкви. И в таинстве покаяния происходит эта дефрагментация, соединение всего человека в цельное существо. Вот в чем смысл таинства покаяния. Сделать нас цельными, сосредоточенными на самом главном, чтобы мы не распадались на самые разные проблемы и грешки, как мы их иногда называем, мелкие грешки, якобы у нас. А на самом деле они разъединяют, разлагают наш внутренний мир и наше единство во Христе. И таинство покаяния это и есть величайшая благость Божия человеческому роду, где мы можем собраться, сосредоточиться, подумать о своей прожитой жизни. И если были у нас какие-то прогрешения, то принести о них покаяние и постараться исправить свой прежний порочный образ жизни. Стать цельным человеком. Обратите внимание на Христа Спасителя, который, исцеляя многих, говорил «Вот был ты грешен, теперь ты целый, цельный ты тебе, иди и больше не греши, чтобы с тобой не было чего-либо худшее». Вот смысл покаяния человека. И оно делает нас действительно цельной натуры, цели устремленной, когда дух, душа и тело стремятся в Царство Божие. И сегодняшнее праздничное евангельское повествование об этом и говорит. Не раздравляйтесь. Конечно, жить надо. Кто-то приобретает землю, кто-то волов, кто-то какое-то другое имущество, кто-то замуж выходит или женится. Но это не должно нас сбивать с главного пути, с пути в Царство Божие. Все это можно, все это нужно, но это не должно становиться самоцелью жизни человеческой на земле. Все это второстепенное. Но наша задача не потерять этот ориентир. Путь в Царство Божие, путь в Царство Небесное, а оно начинается уже здесь, на земле. И это начало пути евангельского в Царство Божие. Через путь, через таинство покаяния, через причащение тела и крови Христовой, когда мы сами внутренне соберемся, дух, душа и тело, да еще и примем в себя самого Христа Спасителя, тогда мы настоящее человеческое естество, тогда мы становимся цельной природой. И вот в таком состоянии мы должны идти по своей жизни в Царство Божие. Мне хочется пожелать, чтобы мы поразмышляли сегодня об этом евангельском повествовании. Если найдем себя одним из участников этой притчи, то надо подумать, с кем мы? С тем, кто идет в Царство Божие? Или с теми, кто приобретает что-то земное? Или с теми, кто отвлекается на какие-то жизненные удовольствия или на какие-то жизненные проблемы? И надо осознать, зачем мы живем на земле. Если живем только для того, чтобы наполнять свой желудок, удовлетворять свои страсти, то, наверное, мы самые несчастные будем люди. Вот пример святых правоцев нам свидетельствует о том, что сколько бы человек не жил на земле, не только десятилетий, а даже несколько столетий, а все равно жизнь на земле завершается. Она должна завершиться. И мы, каждый, кто рождаемся на земле, должны завершить свой земной путь и перейти в загробный мир. А вот с чем мы туда перейдем? Это вопрос, который мы сами себе должны задать. Но и должны найти ответ на этот вопрос, с чем я туда перейду, с кем я туда перейду. И хочется пожелать, чтобы мы переходили в загробный мир с большим багажом духовного богатства, которое есть дела добра, любви и милосердия. А с кем? Понятно. Хочется, чтобы мы переходили в загробный мир со Христом, нашим Спасителем и Господом. Ну и, конечно, со всеми святыми, фраусами и святыми отцами. Аминь. Спасибо, Господи. Всех причастников я поздравляю с принятием святых Христовых стаи. И желаю, чтобы они послужили каждому из нас. Воздравление и восхождение души. Спасибо.